И всем привет, ребят, с вами Мистер Вань, я еще записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен долгожданному, наконец-таки, тесту нового устройства на молот, все никак у меня не доходили руки до обзора, сегодня полноценный игровой видеоролик, ну и если вам интересны подобные видеоролики, то обязательно не забывайте прямо сейчас поддержать видеоролик лайком. Посмотрим, на что способен Блондербас, кто смотрел, тот, в принципе, видел, как я его выбил с непосредственно ультраконтейнеров, довольно быстро упал, особо, наверное, по этому поводу говорить нечего, больше интересна его механика, поэтому сегодня сыграем пару боев. Начнем, я думаю, что с контроля точек, второй режим будет дефолтный CTF, посмотрим, насколько жестко можно будет реализовать этот молот. Что касаемо устройства на корпус, то у меня пока что иммунитет от Эмми, что касаемо дрона, то бустер, я думаю, что другой дрон, в принципе, нелогично вообще использовать с данной замечательной пушкой. В чем же суть данного устройства, спросите вы меня, если вы не знаете, то в этом залпе имеется только один молот, но имеется повышенная точность и кучность дроби, то есть расстояние, с которым вы можете наносить урон, повышено. Плюс, довольно часто вылетает крит, ну и на больших дистанциях, если вы будете стрелять по нескольким танкам, то есть с большим расспросом, то есть кучность у вас будет работать таким образом, что вы можете с большой дистанции сразу за собой закрепить пару танчиков противника. И если у вас вылетит крит, то пройдет по этим танкам, соответственно, максимальный урон. Будем смотреть, насколько грамотно можно будет его сейчас реализовать, что касаемо корпуса, то я думаю, что лучше викинга здесь только может быть хорек, но и то его реализация в каких-то картах, я думаю, что не будет столь актуально, как можно, например, реализовать все-таки викинга. Бой пока что складывается довольно положительно, я, к слову, запикался в него в тот самый момент, когда мы уже немножечко вели, поэтому, может быть, стоит даже нам сегодня сыграть три боя. Ну, вот стычки такой вот с крита 7000 урона вылетает, плюс по второму танку крит почти по 3000 урона тоже прошел. Это, ну, с бустером очень круто, если еще и грамотно находить противников на респауне своем, да, и прожимать овердрайв, то я думаю, что можно хорошие киллы цеплять. Ближе к концу видеоролика расскажу и скажу, наверное, чем отличается данный молот от молота с дыханием дракона, да, то есть какие есть плюсы и где лучше использовать дыхание дракона, где лучше использовать данный молот. Ну, пока что просто давайте стараться бить как можно больше киллов, там почти 10 или даже 10 тысяч урона я нанес с одного молота с овердрайвом и бустера, это, конечно, очень жестко. Единственное, наверное, такой прям глобальный минус, который меня иногда раздражает, это то, что с этого молота можно дать только один выстрел с бустером. То есть, если бы можно было бы дать таких два выстрела, было бы вообще просто максимально четко, но в связи с тем, что можно выдать только один, это, конечно, немножечко обидненько, немножечко обидненько. Но, в общем и целом, крит выходит часто и урон, как вы видите сами, ну, очень хороший. Я думаю, что по этому поводу жаловаться точно не стоит. Многие, конечно, не особо поддерживают такие пушки с одним залпом, но есть моменты, где его можно очень эффективно реализовать. Главное, вот просто выдаешь выстрел там, где-нибудь ныкаешься, стеночку какую-то собираешь, потом добавляешь еще одну тычку. Опять можно там спрятаться, отыграть более как-то аккуратно, потом опять добавлять выстрел. То есть, если подстроиться, поиграть больше на этом устройстве, то можно выжимать из него максимум. Да, то есть, только единственное, что вам надо стараться как можно кучнее и грамотнее стрелять с него. Ну, а так, свои плюсы есть, минусы, соответственно, конечно же, тоже есть. Меня почему-то не респят. Крит ошибка или что? Или это был лак какой-то? Не знаю, что произошло. Ладно, не суть, важно. Треспил я хорошо. Давайте стараться все-таки выигрывать катку, то поначалу мы вели очень легко, а сейчас уже сливаем. У нас неполный состав, плюс ко всему прочему. Ну и у меня есть овердрайв, который можно грамотно сейчас попробовать реализовать. Хотя бы пару-тройку танчиков, если жахнуть, будет неплохо. Ну и здесь пока что точно нет смысла торопиться прожимать. Точку эту мы забираем. Ну и вот после вот такого момента, я думаю, что уже можно смело прожимать. Еще бы и зиду зацепить неплохо. Три пила есть. Ну это, конечно, не так много, но все равно лучше, чем я бы прожал бы с самого начала бы этот овердрайв. 16 киллов. Две минуты нет, полторы минуты остается до конца. Попробуем здесь хотя бы 25-очку дать. Вот такие вот молоты заряжаются в легкую по 3,5 тысячи по двум танкам сразу. Вообще очень круто, когда такая темочка залетает. И тут сразу же, конечно, можно, понимая, что у противника мало хп, можно сразу тычку давать по следующему танку. Плюс есть возможность с этим устройством крита 2 подряд выдать. Есть устройства, на которых ты никогда не выдашь 2 крита подряд. С этим устройством шанс выдачи 2 критов подряд также имеется. Но, к сожалению, конечно, это устройство можно получить только в ультраконтейнерах. То есть тоже как бы это определенный минус. Но если оно вам вдруг дропнет или оно у вас имеется, то берите на заметку и можете спокойно брать его реализовывать. Так, мы проигрываем бой. У нас остается 20 секунд и, походу, это не камбэчится в связи с тем, что я упал в минус. Сейчас это уже, скорее всего, не реализуется. 20 киллов набиваю за бой. Не сказать, что много, но, что касаемо данной определенной катки, 2 овердрайва было прожито. Если бы прожил больше, может быть, еще бы каких киллов 5 сверху можно было бы дать. Вот, например, в такой ситуации 4 танка спокойно можно было бы еще добивать. 21 килл, 470 очков. Не сказать, что сверх круто, но и не сказать, что совсем уж плохо. Больше, если сравнивать с дыханием дракона, больше это устройство заходит на средних и дальних картах за счет того, что расстояние берет намного больше этот молот с блондербасом. И, соответственно, вы можете на больших расстояниях давать тычки и с крит уроном у вас будет проходить максималочка. Да, конечно, эта максималочка не поджигает, но урон больше, чем у дыхания дракона. Соответственно, есть возможность ваншота очень большая практически любого среднего танка, если он не имеет нужных расходников. Да, даже бывает и расходники есть, ваншот все равно прилетает. Поэтому, главное, пытайтесь грамотно реализовывать подобное устройство. И тогда у вас будет все очень даже эффективно работать. Так, крит урон был предыдущим выстрелом, этот крит точно сейчас не будет. Но вот такую бытычку сейчас бы дал бы с критом. Я думаю, что я бы уничтожил его. Делаем доставочку, 3 килла уже есть. Мне, честно, чем-то нравится это устройство. Я не могу сказать, что оно прямо люто имбовое, но есть вот моменты, знаете, как... Вот кто-то раньше любил играть на дуплете, да, то есть два быстрых выстрела. Вот это устройство, по сути, тот же самый дуплет, только у вас вылетает один выстрел. Плюс у вас еще повышенная кучность и повышенный крит шанс, да. То есть в сумме вы имеете еще более грамотное устройство с одним выстрелом, да. И этот один выстрел перезаряжается, ну, буквально на чуть-чуть дольше, чем у вас перезаряжается молот. Когда у вас, например, имеется трехступенка, да, и вы даете одну тычку, потом вторую. То есть вы там тратите одну секунду, здесь вы тратите две секунды на следующий выстрел. Но зато вы выдаёте намного больший урон. Но если бы я все-таки выбирал для себя лично, в большинстве случаев все равно дыхание дракона, как по мне, показывает себя лучше, да. Но если, например, у противника иммунитеты от поджога, да даже защиты от поджога, да, плюс карта какая-то большая, да, то тогда я бы полноценно, если бы имел бы данное устройство, рассматривал бы его, а не дыхание дракона. Но здесь уже есть свои определенные нюансы, если они таковые имеются, то тогда вы можете уже и думать, и играть на блондербассе. Ну и если вы привыкнете к этому устройству и будете ловить тайминги, когда противники стоят в кучке, то за счет кучности дополнительной с большего расстояния, вы можете также уничтожать с одного выстрела, там, два-три танка, как у меня было, например, в предыдущем бою. То есть это тоже свой определенный, огромнейший, даже я бы сказал бы так, плюс, который можно грамотно реализовывать в свою пользу. Поэтому все зависит исключительно от вас, от ваших умений реализовывать и использовать подобные вооружения, пушки с не совсем стандартными устройствами, но к любому нестандартному устройству можно просто приспособиться и научиться на нем грамотно играть и грамотно его, конечно же, реализовывать. 16 киллов, бью за катку, в которую я зашел в очередной раз не с самого начала, киллы говорят сами за себя, да, то есть 16 киллов, вот такие выстрелы, хотел сказать, ваншоты залетают, но, к сожалению, ваншот не дал, потому что промазал и не дал полную дробь, но ваншотов реально много. То есть легкие танки шотятся, средние танки шотятся, круто, 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 что есть такая возможность с бустером, так вообще по 8, наверное, тысяч по джаггернауту можно наносить, или даже по 10, не, по 10 это было с бустером и с овердрайвом, то есть где-то, наверное, около 8 тысяч за выстрел можно наносить. Ну, я считаю, что это довольно жестко, по 8 тысяч полной дробью. Я думаю, что это достойная тема, вот сейчас 2 950 дал по Викингам Оллафу, то есть, соответственно, чуть-чуть не точно выстрелил, вот сейчас 3 700, вот полная дробь 3 700 вроде как наносит. Вот, круто, 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 круто. Поэтому, друзья, если вы имеете данное устройство в своем гараже, если вы хотите попробовать что-то новое и интересное, то определенно потестируйте, попробуйте данное устройство. Возможно, даже данное устройство в дальнейшем появится в продаже, хотя, нет, наверное, не будет оно нигде ни в какой продаже. Ну, в общем и целом, если оно вдруг у вас дропнет и у вас оно появится, то покатайте, попробуйте. При правильной комбинации и использовании его, я думаю, что можно получить лучший результат, чем с тем же дыханием дракона. Но для этого должны быть определенные условия, ну и сами вы должны тоже уже полноценно привыкнуть к этому устройству, которое для меня лично, ну, не является столь стандартным. И я не готов сходу, да, там, с первых минут выдавать на нем максимальный результат. Хотя, я думаю, что на дистанции это можно делать и реализовывать. Если вам понравился данный видеоролик, если вы ждете новые игровые видосы, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, подписываться на канал, пишите комментарии, что вы думаете по поводу данного устройства, нравится ли оно вам, хотели бы вы, чтобы оно у вас было. Ну и пишите, возможно, вооружение, которое вы бы хотели посмотреть в дальнейшем. С вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok